Стратегия латания дыр США применили дроны в роли минных тральщиков. 12 апреля 2019 года российская газета «Стратегия латания дзыр» США применили дроны в роли минных тральщиков. Корабль-носитель беспилотных аппаратов. Маутс Бэй. Источник изображения. Дзвейд. В марте 2019 года ВМС США. И Королевский флот Великобритании. РФА. Провели совместные учения в Карибском море по отработке миннотральной тактики с использованием беспилотных надводных ДНО и подводных аппаратов ПА. Данные учения проходили в соответствии утвержденной еще в 1994 году концепции. Генеральный план ПАПА, которая предусматривала использование ДНО для противоминной борьбы, сбора информации и океанографических задач в интересах флота США. Эта концепция была дополнена и изменена в 2004 году по результатам боевых действий ВМС США в Персидском заливе. В новый документ вошли миссии по разведке, противоминной и противолодочной борьбе, океанографии, связи и навигации, патрулированию и охране морских баз, выполнение которых полностью возлагалось НАБНО. В качестве мобильного подразделения, предназначенного для обезвреживания морских минуты, было выбрано вспомогательное судно Королевского флота, переоборудованное в корабль-носитель БНА. Помимо этого, в мобильное противоминное подразделение был включен вертолет MH-60S Seahawk из эскадрильи HSC-28, оснащенный бортовой лазерной системой обнаружения минуты. 1, ARMS и системой нейтрализации бортовых минуты. 235. Система. Размещается в специальном контейнере с четырьмя дронами-нейтрализаторами, который подвешивается к вертолету. На самом вертолете устанавливается рабочее место оператора дронов, с помощью которого он управляет дронами и наводит их на морские мины, которые дроны обнаруживают благодаря установленным на их борту камерам. Дроны-нейтрализаторы также оснащены бронебойным зарядом для уничтожения обнаруженных мин. На вспомогательном судне МАНС-Б были размещены посты управления беспилотными подводными аппаратами и беспилотной системой траления минуты КАСФПа. Оснащены гидролокатором с синтезированной апертурой, который позволяет обнаруживать мины глубоководного заложения Т.Е на глубинах свыше 100 метров. На поразмещена аппаратура, которая может находить и классифицировать подозрительные объекты, передавать информацию оператору для дальнейшего анализа и принятия решения на их нейтрализацию. Дно-КАСФП Беспилотный катер, разработанный компанией Текстрон-КАСФП Похож на обычный торпедный катер 11 метров в длину. По классификации ВМС США, 3,08 метра в ширину, максимальная скорость 28 узлов. Он может управляться либо оператором на дистанции до 20 километров, либо через спутник на расстоянии до 1920 километров. Автономность работы Оставляет до 72 часов, на экономичном режиме до одной недели. В стандартные задачи этого БНА входят патрулирование, разведка и ударные операции, а для отработки минно-тральных задач БНА оснащается беспилотной системой минного траления. Система Состоит из минного трала, крепящегося к корме КАСФП, а также аппаратуры, которая генерирует сигнал, провоцирующий срабатывание акустических и магнитных морских мин. Главной задачей проведенных учений стала отработка совместных действий авиационной и морской систем разминирования. Результаты прошедших учений пока неизвестны, но, по словам представителя командования ВМС США Джона Хуаса, они признаны успешными. Это была возможность осуществить командование и контроль действия целевой противоминной группы, чтобы мы достигли понимания того, как беспилотные системы будут вместе работать на вспомогательном судне, которое не было создано для них. Завершившиеся морские учения, по мнению специалистов из ВМС США, отражают многолетний опыт флота, который более 10 лет использует десантные корабли и плавающие морские платформы для осуществления противоминных операций. Такого рода учения также позволят сэкономить средства бюджета на замене 11 минных тральщиков типа «Авендия», которые ВМС США собираются эксплуатировать до 2023 года. Размещение беспилотных противоминных систем на кораблях ВМС США позволит им расширить спектр боевых задач. К тому же такие противоминные системы могут устанавливаться и на вертолеты MH-60S Seahawk в качестве дополнительной опции. Взаимодействие авиационных и морских беспилотных противоминных систем позволит флоту быстро реагировать на меняющуюся обстановку, подобную ситуации в Армузском проливе, который военное руководство Ирана грозит заблокировать в случае угрозы его суверенитету. Безусловно, ставка на морские дроны БНАИПа поможет не только сэкономить деньги американских налогоплательщиков, но и сбережет жизни экипажей кораблей минных тральщиков. С другой стороны, ставка на такие системы показывает, что командование ВМС США пока не получило корабли из композитных материалов, и задачи безопасности решает путем привлечения противоминных БНАИПа. Композитные корабли строят, например, верфи в Швеции, которые в 2012 году для своих национальных ВМС построили корветт ВИСБИ. Выбор композитного корпуса и надстроек был связан не только с противоминными задачами корабля, но и с желанием понизить его радиолокационную заметность. В качестве противоминного вооружения ВИСБИ оснащается парой по БФС Даблигал, один из которых выполняет роль поисковой системы, а второй занимается уничтожением обнаруженных мин. Помимо Швеции опытом строительства кораблей из композитного материала обладает и Россия, создавшая в 2014 году корабль проекта 12700 Александру Бухов, 62-метровый корпус которого был сделан из монолитного стеклопластика, сплавленного в единое целое с помощью метода вакуумной инфузии. В минно-тральный арсенал нашего корабля помимо тралов входит и комплект современных ПА. Таким образом можно предположить, что ВМС США, выбирая съемные противоминные комплексы в качестве временной меры противодействия современным морским минам, может окончательно отпазаться от создания специализированных кораблей-тральщиков с корпусами из композитных материалов, что, по моему мнению, в среднесрочной перспективе окажется не мерой спасения, а лишь стратегией латания дыр. Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Право на данный материал принадлежат российская газета. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.